Итак, очередной вопрос. Почему, когда мы с вами читаем на страницах текста Священного Писания, а это, если быть более точным, книга Бытия, Господь Бог заповедует первым людям, особенно в лице мужчины, Адама, и говорит ему, что в день, когда ты вкусишь от плода, древа, познания добра и зла, ты смертью умрешь. Сказано жестко, твердо и обсуждению не подлежит. Несмотря на все это, первый человек вкушает от древа познание добра и зла и получает то, что в конечном итоге он получает. Что происходит дальше, нам с вами понятно. Конечно, человеческая цивилизация, она это видит. И вопрос. Ты же смертью умрешь. Неужели Адам не побоялся такого страшного явления, хуже которого оказалось бы в природе, ничего быть не может, как сама смерть? Значит, больше смерти он еще чего-то боится, потому что этим и проявляет себя выбор. Тот, который он выбрал и то, что он именно совершил. Вопрос. Чего же так больше, чем самой смерти, боится первый человек, Адам? И я отвечаю вам на этот вопрос. Больше смерти человек боится, когда он не живет. Состояние Адама до момента того, что происходит в Эдемском саду, это есть состояние трансцендентального практически небытия. Что-то создано, что-то имеет место быть, но оно аморфно. И никаких динамических особых изменений и процессов не происходит. Само совершенство варится и кипит в бульоне самого совершенства. И для того, чтобы человек активизировал себя, включился рубильник в жизни, необходимо было совершить то, что было совершено. И в конечном итоге древо познания добра и зла находится в центре, в самом центральной части сада. Если Бог бы хотел, Он бы его убрал где-нибудь в кустарнике. Если бы Он хотел, Он вообще бы не насадил это древо. А так как древо посередине, ты не можешь его обойти ни влево, ни вправо. У тебя только одна дорога. Идти тупо прямо через него. Субтитры создавал DimaTorzok